Наши корабли в далеких океанах. Уникальные водолазные катера, аналогов которым в России нет, построили на заводе Нижегородский теплоход. Эти суда могут работать на глубине до 60 метров, при морском волнении в 3 балла. А также катера способны обследовать дно с помощью телеуправляемого подводного аппарата. Вдобавок судно может спасать другие корабли, так как оно способно откачать воду или потушить пожар на другой лодке и даже на берегу. Имеет в своем составе барокомплекс, может производить лечебные процедуры для водолазов, также обеспечивает погружение водолазов до 60 метров. То есть есть запас воздуха, гелия, полностью автономен. Ну, в этом и основная цель. В своем составе имеет робота, видеорейд так называемый, то есть он погружается, управляемый. Даже никогда не видела спуск, а уж участвовать в этом впервые доводится, поэтому чувства обуревают море. И мы будем следить в дальнейшем за судьбой этих катеров. Наши фотографии будут висеть в кайф-компании, и мы всегда будем душой с нашими крестниками в Тихоокеанском флоте. За такой сложный заказ от Министерства обороны боролись предприятия из разных уголков России. Но, как отметили в правительстве Нижегородской области, губернатор Валерий Шанцев смог убедить федеральных чиновников, что нижегородские разработки опережают конкурентов по качеству. Нами было подготовлено обращение в адрес заказчика Министерства обороны о том, чтобы этот хороший заказ на 16 кораблей рейдовых водолазных катеров был передан, размещен здесь, на этом предприятии. И, видно, заказчик услышал нас, наше ходатайство было принято во внимание, и заказ пришел сюда. Любому кораблю, который в судно, который спускается у нас в Нижегородской области нашими предприятиями, мы только за, и этому всячески помогаем. И губернатор, и мы обращаемся к заказчикам постоянно, ищем эти заказы, помогаем нашим предприятиям эти заказы, чтобы у нас они были. Пока по этой линейке уже заложено 21-22, есть надежда, что серия будет продолжена в дальнейшем. Но на базе этого катера мы разработали гидрографический катер проекта 27-40Г. Два заказа сейчас высокой степени готовности находятся в цехах завода. Еще по контракту четыре судна проекта 27-40Г. Ждем продолжения серии, самое главное. На заводе отмечают, что такой масштабный проект – это уникальный случай для производства в подсоветское время. Естественно, для трудового коллектива это возможность больше заработать. Мы знаем, что она будет заказы, что и, соответственно, зарплата, повышенная уже зарплата идет, что это. И мы знаем, что в будущем есть работа у нас. Сейчас молодежь пришла много, у нас молодежи очень много. И перспективная такая, что хотят работать. Потому что видят, что за свой труд они получают зарплата, который выдается регулярно. И все, и они довольны. По статистическим данным, нижегородские предприятия все чаще получают крупные федеральные и международные заказы. Регион поставляет не только корабли, но и автокомпоненты, автомобили, продукты нефтепереработки, измерительные приборы и не только. Так, с начала года промышленное производство в области выросло на 6,9%. Это почти в 4 раза выше среднероссийского уровня. В промышленности, то промышленность в том числе и в связи, опять же, с своим перевооружением сегодня работает очень динамично. Потому что те показатели, которые мы сегодня имеем, почти 7% по 5 месяцам, это одни из самых высоких показателей в промышленном развитии в России. Они в 4 раза превышают среднероссийские показатели.